Виктор, вот несмотря на то, что в предыдущем вопросе я отметила, что внутри я все время ощущаю себя несчастливой и периодически возвращаюсь к этому своему состоянию. Знают об этом состоянии в принципе самые близкие только мои люди, люди, которые действительно знают, как я живу, в чем я живу, в чем я живу. Внешне у меня всегда такая оболочка счастливой, где-то даже успешной, кому-то кажется прямо благосостоятельной женщиной. Я это делаю как бы искусственно. Я сама себе всегда, может быть, громко сказано, не даю опуститься на дно, но фотографии в моих соцсетях, они все время говорят о том, как я счастлива, как я красива, как я уверена в себе. На самом деле это не так. Я, мне часто задают вопрос, вот ты не боишься различать такие фотографии, что тебе вот позавидуют, что тебя сглазят, а я говорю, я не боюсь, что меня сглазят, меня не сглазят. Я считаю, что это я делаю на брод для своей защиты. Смотрите, я права или нет? Вот Антона на глазами. Вот тут, смотрите, тут вы задали два вопроса. Два в одном и два очень сильных вопроса. Значит, смотрите, давайте первое разберем. Маска. Обозначим маской. На самом деле, почти 100% людей все носят маску. Но я не буду обуславливать, нужна ли она. Она нужна. Она нужна. Дело в том, что мы живем в социуме, а вот представьте себе, вы заходите в маршрутку, у вас никакой маски, никаких рамок приличия, вам там встали на ногу. Вы говорите, да ничего страшного, да ладно, извините. Ну а на самом деле, что вызывает? Да в морду хочется дать. А вы представляете, если будет каждый бить в морду. Она просто нужна, эта маска. Потому что социум диктует правила и так далее и тому подобное. Но сейчас даже не о маске. Я вам скажу все, я скажу вот важную вещь. Все основные кармические долги, долги, тут следует понимать, что долги и грехи, это абсолютно разные вещи. Грехи замаливают, долги отработать надо. Вот что дело. Но об этом чуть позже. Так вот, нарабатываются только из-за нашего психологического настроя по отношению к самому себе. Часто задают вопросы, как же так, за что его забрали из жизни, почему он умер, почему ему не везет, он же такой хороший человек. Кто сказал, что он хороший? По какому критерию мы судили, хороший или плохой? Хороший или плохой – это понятие очень субъективное. Хороший для кого? Для такого же количества людей плохой, наверняка. Что такое добро и зло? Мы сейчас не будем, черту между добром и злом вообще невозможно провести. И никто не сможет провести. Это невозможно, это нереально. Если весь мир сделать здоровым и счастливым, казалось бы, это же добро. Шикарнейшее, да? Полземного шара, ну, потому что фармацевтам делать будет нечего. А они обучились, а индустрия, а кто-то же зарплату ходит получать. Просто даже тот дворник, который метет на формулокологической фабрии. Даже он будет недоволен. Сторож, дворник, не говоря уже, целый концернный, тот ученый, который производит это лекарство. Но мы же сделали добро. Поэтому добро и зло – это понятие субъективное относительно конкретного случая. Так вот, возвращаясь к этому человеку, который, к примеру, умер и такой был хороший. Для кого? Для себя? Вот тут я сомневаюсь. Для кого-то, может, это была маска, может, искренне он был хороший. Это не критерий оценки, хороший он человек или плохой со стороны кармических долгов. Критерий оценки, что он плохой – это если он пришел в эту жизнь и не выполняет собственную кармическую задачу, а тратит собственную жизнь на помощь всем и вокруг, а в результате никто, нигде и никак не получает. Потому что, к примеру, 100 гривен, за 100 гривен можно пойти покушать? Ну, слава богу, еще можно пойти покушать, хотя через время вряд ли с этим курсом. Но суть не в этом. А если на 100 гривен взять, накормить тысячу человек, вы накормите? Нет, вы же не Иисус. Поэтому только показатель субъективности по отношению к себе, вот это будет основной критерий для того, чтобы записать или не записать человеку кармический долг. И если человек набирает множество этих кармических долгов, то его, естественно, будет наказывать. И, честно говоря, он для всех может быть действительно классным и хорошим, но для себя он плох. Он себя тиранит в душе, а следовательно, он не растит собственную душу. А если не растит собственную душу, то, следовательно, он не платит энергетически, не осуществляет оплату. Ну, будем говорить, космический банк. Нет оплаты, значит, кто провинившийся плательщик. То же самое, как у нас в жизни. Когда кредитор взял кредит и не платит по счетам, его начинают преследовать и наказывать. Это критерий кармических долгов. Поэтому, исходя из маски, то, что у вас она есть, это вполне нормальное, вполне естественное явление. Вопрос лишь, какая маска и как вы относитесь к самому себе. Корите ли вы сами себя? Растрачиваете ли вы большое количество энергии не для себя, а для всех? Я уже приводил пример со 100 гривенами и какое количество людей можно накормить. И теперь плавно перейдем к зависти. Второму серьезному вопросу. Я только что сказал, тратите ли вы то нужное количество энергии на себя. Зависть. Каждый день нам выдается определенное количество энергии для того, чтобы подсчитать свои собственные деньги. Но одни люди, вернее, каждый день выдается определенное количество энергии для подсчета денег. Вот так. Но одни люди тратят это количество энергии для подсчета собственных денег. А другие, те, которые завидуют, тратят это количество энергии для подсчета чужих денег. Зная эту формулу, этот алгоритм, я разрешил всем завидовать мне. Да, я провел некий обряд, скажу честно. И не то, что не боюсь зависти. Я даже жду, чтобы как можно большее количество людей начало завидовать. Тем самым, они будут тратить собственную энергию на моего эгрегора. Тем самым, они будут подкреплять. Они все равно тратят денежную энергию. Энергию, к примеру, зависти. Завидуют не деньгам. Я примером говорю, я утрированно взял основную, количество денег. Я понимаю, семейным отношениям, бывает завидуют, это вообще. Две кумы сидят у меня на приеме, одна другая, другой завидует. И мне тут же говорят, наши мужья вместе бухают. А я говорю, ну так, если вы меня не вместе бухают, так отчего уж вы завидуете. Говорит, а, Гайкин приходит и спит, а мой меня после этого бьет. Вот я ей завидую, понимаете. Предела человеческой зависти вообще нет. Я прекрасно понимаю, я просто взял энергию и денег, потому что чаще всего, как говорится, завидуют в финансовом плане. Так вот, я не боюсь зависти, я не боюсь этой энергии. Я допускаю, что чем большее количество людей будет завидовать мне, следователи, они становятся, извините за такое яркое выражение, но это действительно так, рабами, которые добровольно или волонтерами, или как их назвать, хорошие ребята, которые взносят определенное собственное количество энергетики для укрепления моей. Шоуменом разве не завидуют? Политикам разве не завидуют? Разве от этого кто-то стал беднее? Зависть косит только тех, кто ее боится. Если вы не принимаете зависть, то вы очень правильно делаете. Вы ее не принимаете. Вы ее не боитесь. Но вы тогда просто как бы ставите щит и не пользуетесь ей. Я сначала сделал так, как вы. Я ее не принимал. Я от нее защищался. А потом понял, что? Потраченная другими людьми энергия зависти, это тоже и есть энергия. Почему бы ее не переработать себе во благо? Поэтому, пускай завидуют и укрепляют моего эгрегора. Ну, нельзя пустить в облако. Да, это некоторые там несколько уроков и некий делается обряд. Но я вам честно скажу, вот сразу, какие бы обряды не были, если человек после этого ничего не делает и думает, что все, ему больше делать еще не надо, а особенно не работает со своей психологией, то на самом деле практически ничего и не будет работать. Все обряды, все магические действия – это помощь. Но невозможно человеку помочь идти, если он лежит и спит. Нет, можно его набить, пинков надавать, тянуть, за ухо тянуть и все остальное. Ну, никто же этого делать не будет. Понимаете? Если он идет, то да, его там можно помочь, за руку потянуть. Спину под толку. Да, потом, я к примеру говорю, да, вот это магические обряды. А если человек вообще ничего не делает, то ничего реально с ним и сделать нельзя. Ты еще не подписался на мои видео? Напрасно. Ибо дальше будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok